В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». Мы продолжаем выпуск. В студии по-прежнему я, Александр Гурарье. В Израиле грядет повышение цен на молочные продукты. Министр финансов Моше Кахлон заявил, что он долго сражался с производителями. Дело дошло до суда. Верховный суд Израиля постановил разрешить увеличение цен на молочные продукты. Я напоминаю, что молочные продукты относятся к категории цен, которые регулируются государством. Но, тем не менее, произошло то, что произошло. Ну и в ответ министр финансов заявил, что раз так, то я убираю ввозные пошлины. На связи с нашей студией экономист, бизнес-консультант Цви Тореф. Цви, добрый день. Да, добрый вечер. Объясните, пожалуйста, в чем дело? Что значит он убирает ввозные пошлины? И вообще, что значит, почему Верховный суд вмешивается в процесс ценообразования на молочные продукты? На самом деле он вмешивается не в процесс ценообразования. Значит, в Израиле на продукты, которые контролируют цены, на которые контролируется государство, есть специальное соглашение о порядке установления этих цен в зависимости от стоимости сырья и прочих факторов. До недавнего времени, относительно недавнего времени, это вообще было единое для всех, то есть брали себестоимость плюс некая нормативная прибыль. Некоторое время назад сделали по каждой группе отдельно, но принцип остался тот же. И это соглашение, оно подписано с двух сторон, и оно как бы должно выполнять, и специальная комиссия контроля устанавливает эти цены. В соответствии с этим соглашением, учитывая рост цен на сырье, рост цен на прочие затраты, в частности, скажем, на зарплаты, зарплаты невысокие в этих производствах, и минимальную зарплату подняли, причем довольно существенно, как результат, в соответствии с подписанным соглашением, должны были увеличиваться цены на 3,4%. Причем это должно было быть еще летом. А почему же министр финансов был против? Потому что наш министр финансов, к сожалению, он больше популист, чем экономист. Вот и все. Но экономистом-то он никогда и не был, в общем-то. Это второй вопрос. Ему один раз удалось очень удачно воспользоваться силой рынка и обеспечить нам дешевую сотовую связь, и он решил, что он в экономике разбирается. А главное, здесь вопрос даже не экономики, поскольку это юридически... Почему вмешался суд? Потому что юридическое соглашение между двумя сторонами, неважно на какую тему, его нужно выполнять. Хорошо, ну допустим, что министр не хотел поднимать цены, просто потому, что у нас скоро выборы, и ему не хотелось злить свой электорат. Да, и он упирался, сколько он в принципе не хочет поднимать цены. Он точно так же упирался в повышение пошлин на табак для самокуток. Но тем не менее проиграл. Проиграл, потому что есть определенные соглашения, есть законы. Ты не можешь выступать против него. Хорошо, теперь вернемся к его заявлению, согласно которому он собирается убрать пошлины на ввоз молочных продуктов, и тем самым пойти навстречу пожеланиям трудящихся, снизить цены, и все будут счастливы. Мир, дружба, жвачка. Нет, значит, опять здесь некая спекуляция. Вот сейчас у меня перед глазами план по снижению таможенных пошлин, ввозных пошлин на молочные продукты. Начиная с 2019 года, скажем, вот начало 2019 года, секундочку, было на молоко, скажем, 1% на 40%, значит, с 1 января 2019 года 24%, в 2020 году 22%, и в 26-м вообще должно было снизиться до 15%. То есть, на самом деле, он ничего нового не изобрел, просто он решил одним махом это узкой. Это, опять, это неправильный ход, на мой взгляд, потому что это привезет к серьезным потрясениям с одной стороны, с другой стороны, это может очень сильно ударить по нашему внутреннему производителю, который и так находится в непростой ситуации. Это то, что произошло, скажем, с производителями цемента в Израиле, когда снизили пошлины наши производители, небольшие производители просто разорились, потому что хлыбнул дешевый цемент из-за границы. Это, между прочим, стратегический для нас продукт. То же самое будет с молочными продуктами, это ударит по производителю, а насколько это изменит цены на, скажем, супермаркетах, у меня большое сомнение, поскольку все равно у нас система торговли не очень конкурентная, и как в результате, ну, те, кто посредники... То есть торговые сети будут просто больше зарабатывать. Хорошо. Они будут больше, может быть, чуть-чуть снизятся цены, причем опять, ведь мы сейчас говорим о контролируемых государствах продуктных счетов. Он может снизить цены только на неконтролируемые цены, на цены на неконтролируемые продукты. А на них и так уже снижали цены, уже была попытка такая. Цвин, ну, вообще, в принципе, вот это таможенный, пошлинный, который существует на молочные продукты, они направлены, то есть это политика протекционизма, которая направлена на защиту собственного производителя. То есть, а есть ли какие-то другие способы, с одной стороны, обеспечить и защиту своего производителя, и, с другой стороны, воспрепятствовать росту цен, которые еще грехотаете. У нас молочные продукты дороже, чем в Европе. Наши же йогурты продаются в Германии почти в два раза дешевле, чем у нас. Но, смотрите, есть вопрос не очень простой, потому что, по идее, в основе всего должна лежать, конечно, конкуренция. То есть, теоретически, конечно, если открыть рынок для импортных продуктов, то, по идее, это должно как-то повлиять. Но тогда весь рынок должен быть конкурентным. Нельзя только в одной цепочке создать конкуренцию, а в другой цепочке не создавать. Пока у нас на рынке будет 3-4 крупных торговых сети, то мало что изменится. Это с одной стороны. С другой стороны, не забывайте, в Европе, ведь это общий рынок, гигантский рынок. И там немецкий производитель может продавать в Германии, может продавать во Франции, где хочет, может продавать. Это единое таможенное пространство. У нас такой возможности нет. Наш местный производитель не имеет возможности конкурировать с производителями на их же территории. Поэтому он ограничен в своих возможностях. Соответственно, объемы производства у них меньше. Они не могут обеспечить. Если мы хотим сохранить у себя наших производителей, видимо, придется смириться с тем, что их продукция у нас будет всяко дороже. Плюс у нас, не забывайте, есть определенные регуляции, есть налоги, которые, скажем так, несколько побольше в некоторых вопросах, чем немецкие. Кстати, надо выяснить, не исключено, что в таких странах, как Германия, например, НДС на молочные продукты существенно ниже, а может быть, больше не существует, как в отличие от Израиля. У нас единая ставка НДС. Так вот, Цве, вы тем самым подводите меня к следующему вопросу. То есть, собственно, в полномочии, в компетенции министра финансов и министерства финансов как раз и разработать такие финансовые рычаги, которые позволят, с одной стороны, обеспечить местному производителю нормальное существование. То есть, может быть, ввести определенные дотации на эти продукты, как, собственно, существует во многих европейских странах. Там практически вся сельское хозяйство, ну уж молочная промышленность, она датируется. И в то же время открыть рынок для импорта товаров, ввести минимальные пошлины и, в конце концов, взять и вот, так сказать, доходы, получаемые от этих самых пошлин, как раз и пустить на дотации своим производителям. Почему это не делается? Это серьезные программы, которые могут быть разработаны. Может быть, может быть. Здесь, несомненно, в Министерстве финансов есть специалисты, которые там разбираются и предлагают. Вопрос политической воли. Политическая воля человека, который не очень разбирается в экономике, обычно заставляет его идти по простому пути. То, о чем вы говорите, это путь сложный, неоднозначный, который требует действительно умения работать. Но это путь, который опробован во всем мире. Мы не изобретаем велосипед в данном случае. Неважно. Здесь надо быть очень осторожным. Смотрите, для примера, чтобы было понятно, в Европе есть дифференцированный НДС на разные товары. Налог на добавочную стоимость, да. Наше Министерство финансов никоим образом не соглашается на дифференцированный НДС. Я прекрасно понимаю, как только у нас появится дифференцированный НДС, у нас появятся черные лазерки для укрытия доходов от налогообложения. То есть, бей своих, чтобы чужие боялись. Нет, не в этом дело. Но есть у нас особенности рынка, которые надо понимать. Но есть, конечно, экономические решения, не быстрые. Здесь, опять-таки, у нас недостаточно на рынке конкуренции. Но страна еще все-таки маленькая. Нет, но вы говорите, что нет быстрых решений. Значит, быстрых решений нет. Но получается, что министр, неважно, там, Кохлон, не Кохлон, он не заинтересован в каких-то долгосрочных программах. Ему нужен результат сейчас. Да, вот быстро. На время своей каденции. Чтобы потом всем сказать, вот видите, я вас спас. Вот видите, я ввел эту самую программу для Новоселова в результате, она рухнула. И правительство сейчас выкупает те квартиры, которые остались нереализованные в этой программе Михаила Миштокена. Вот, секундочку. Да, правильно. Когда министр финансов преследует чисто политические цели. Так вот, в нашей истории, недавней истории, был министр финансов, который пошел на наипопулярные меры. В результате его партия получила всего 12 мест в Кнессите. Но израильская экономика получила такой импульс, что сегодня она находится в прекрасном состоянии. Могу назвать фамилию этого министра финансов. Надо или вы догадались? Называйте. Бениамин Натаньягу при Шароне. Да. Но это мы все помним. Все говорили, что Натаньягу тогда спас, в общем-то, израильскую экономику своими непопулярными мерами. Да, в общем-то, политический вес и Ликут остался с 12 мандатами. Не, ну смотрите, мы, конечно, критикуем нынешнего министра финансов, но можем сказать, что он был все-таки не самым худшим. До него был еще Яир Лапид, который вообще не просто не был экономистом, но не имел даже аттестата зрелости. И он, конечно, наворочил такого, что этому министру во многом пришлось расхлебывать. Его особенно не дали наворочить. Не успел, да? Все-таки специалисты в Министерстве финансов у нас хорошие. Окей, Цви, последний вопрос. Значит, если сейчас министр финансов Маше Кахлон реализует свою угрозу и, допустим, с 1 марта, ой, с 1 марта, там, с 1 апреля отменят возные пошлины на молочные товары, к чему это может привести? Во-первых, я не думаю, что это будет. То есть, опять-таки, механизм, существующий в Министерстве финансов, кому надают по рукам? Это не просто... Это раз. Второе. Это так же, как широко разрекламированное соглашение о беспошлиной торговле с Украиной. Если вы его почитаете, что вы поймете, что оно растянуто на 7 лет и там много есть вещей, которые на самом деле не являются предметом свободной торговли. Так вот. А даже если каким-то волевым сильным решением он это все сломает, ну, значит, импортеры будут чуть-чуть больше зарабатывать, торговые сети будут чуть-чуть больше зарабатывать. Мы, может быть, чуть-чуть меньше будем платить за импортные йогурты, сливочное масло, сыры. То есть, те товары, цены на которые не контролируются. Вот и все. Но я не думаю, что мы почувствуем существенную разницу. То есть, это чисто декларативное заявление в преддверии выборов? Да, это декларативное заявление, которое больше может навредить действия. Это заявление, бог с ним. Действия может больше навредить, чем помочь. Ну что ж, спасибо. Спасибо большое, Цветарев, экономист, бизнес-консультант. Дорогие друзья, программа «Тема дня». Всего доброго.